В Сургуте масштабно отпраздновали 100-летний юбилей комсомольской организации. 29 октября 1918 года был создан Российский коммунистический союз молодежи. 31 января 1920-го первая комсомольская организация была образована и в Сургуте. Освоение северных городов было сложнейшей задачей для строителей, которую взяли на себя самые отважные. На пресс-конференции, посвященной празднованию, лидеры, которые стояли у истоков основания комсомола в нашем городе, поделились своими воспоминаниями. И самое важное у этих людей еще было, то есть, важность и умение принять, взять на себя ответственность принятия решений. Вот это было один из таких черт, вот тех людей. Есть что вспомнить и есть чем гордиться. С 1965 по 1979 годы в Сургуте организованы шесть всесоюзных ударных комсомольских строек. Энтузиасты со всей страны разрабатывали нефтяные месторождения Сургутского района. Строили ГРЭС, высоковольтные линии электропередач ЛЭП-500, Сургут-Уренгой. Нефтепровод Сургут-Полоцк прокладывали железную дорогу Тюмень-Уренгой. Строили газопровод Уренгой-Сургут-Челябинск. Главным ресурсом развития севера всегда были и остаются люди. Здесь те семьи, которые образовались, те вот эти вот корни передались друг от друга. Они же уже в третьем поколении, не только наши дети, но и наши внуки. И вот эта вот база российская, это не нефтяная и газовая, это человеческая база. Это то, что вот с 1594 года сейчас пришло и набралось от всего нашего Советского Союза и остается, и останется. А вечером во дворце искусств «Нефтяник» состоялась торжественная церемония, посвященная 100-летию создания Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. Для праздничного настроения организаторы даже ввели дресс-код. Концертная программа состояла из вокальных и театральных номеров, непременно с комсомольской атрибутикой, обилием красной драпированной ткани, вымпелов, флагов, лозунгов и портретов Ленина. «Комсомоль» — это не просто организация. «Комсомол» — это, я бы сказал, такое смышление, это образ жизни, это понимание тех проблем, которые есть у страны. И я действительно часто говорю о том, что слова из песни, «Раньше думай о родине, а потом о себе» были девизом нашего поколения. «Нам очень повезло, потому что мы жили в очень интересное, хотя и сложное время. Это было время, когда работали и творили такие люди, как Турчатова, Геройов. Это было время, когда поведел в космос наш советский человек Юрий Гагарин. Мы были с ним одно время членами одного Центрального комитета комсомола». По всему залу распространялись ностальгические улыбки, похвастаться своими ударными трудовыми подвигами мог практически каждый гость. Для создания атмосферы прямо на сцене воспроизвели заседание первых секретарей горкома в ЛКСМ. Открыл его Дмитрий Макущенко. На повестке краткий отчет ярких событий во время шести ударных комсомольских строек в Сургуте. А знамя горкома комсомола выносили под музыку в исполнении Сургута экспресс-бенда, тоже своего рода из поколения шестидесятников. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ